Друзья, я снова с вами. Добро пожаловать назад в мою маленькую студию. Мы продолжаем. Добро пожаловать в мою маленькую студию. Добро пожаловать в эфир. Всем привет. Да, я рисую вторую часть. Сейчас я только закреплю тему эфира и вернусь к вам. Я сохранила тему эфира. Можно продолжать. Так, вот я посмотрела издалека и мне не очень нравится. Уж слишком много здесь вот этих получилось светлых пятен. Я их все-таки чуть-чуть приберу. Прям может быть карандашом. Даже я сейчас не рисую карандашом. Я им пользуюсь как растушевкой. Немножко скучновато у меня получилась однообразная линия среднего фона. Они немножко перекликаются с задним. Надо немножко разнообразить. Видите, какие у меня уже руки грязные. Ну и собственно остался мне мостик. Вода. Я немножко прессую воду. Обозначу дальние ножки моста. Вода. Вода у меня, конечно же, содержит цвет неба. Я не собираюсь использовать ту же технику для воды, что и для неба. Потому что вода не гладкая, в отличие от неба. И если я ее смажу, у меня будет ощущение, что у меня какая-то странная перевернутая верх ногами картинка. И вообще непонятно, где низ, где верх. В этом случае мне помогает очень текстура бумаги, которая сама по себе создает ощущение такой немножко рыхлости и даст мне вот это ощущение поверхности воды. Я, соответственно, рисую ножки дальнего моста и тень под ними. Здесь я тоже продолжаю. Здесь у меня линия домов, тени к дому. Дома, опять же, чтобы сделать контраст с водой, я дома немножко смажу. Какое-то отражение на Деменча. Так, здесь тоже самое, здесь у меня берег. Я собираюсь его немножко смазать. А вот отражение в воде. Самый тепло-фиолетовый, самый темный фиолетовый на самых ближних отражениях в воде. Я собираюсь перейти к более светлым цветам, поэтому натираю руки. И возьму еще какой-нибудь фиолетовый. И постепенно просто смотрю на референс и добавляю какие-то цвета, которые мне там видятся, которые мне кажется, что будут хорошо. Он у меня такой немножко неестественный референс. Немножко кобальтов теневые какие-то участки добавляю. Очень яркий кобальтовый цвет. Может быть, вот такой. Чуть-чуть в какие-то теневые моменты. Чуть для большей живописности, так сказать. Главное не сделать это слишком пёстным. Мне нужен более такой синий. Для этого может быть вот этот. Для каких-то таких. Под мостом у меня более темная вода. Тень у меня перед мостом, потому что солнце садится за ним. Но все равно есть какая-то темнота. Здесь у меня темнее. Синее. Может быть, просто вот так пару прикосновений к воде. Немножко бликов от него. Кое-где я просто наслаиваю цвет. I'm just adding some color somewhere to make this water more shining, you know. Не забываем, что у нас закат и цвет неба у нас отражается везде-везде. И в воде особенно. И в этом смысле мне очень помогает цвет моей бумаги. Потому что он остается самым светлым. При этом не белым, не серым. А именно таким розоватым. Оттенком, который передает ощущение закатского. Оттенком. The color of my paper helps me to make the feeling that the water is shining. Я практически везде использую только горизонтальные стрихи. Только кое-где, где мне хочется добавить вот этой искристости. Я могу немножко остановить мелок и сделать какие-то дополнительные движения. Но в целом. Так, я приступаю, собственно, к самому интересному. К мосту, который должен быть моей самой темной, самой контрастной деталью. И вытащить весь мой рисунок. Я начну с коричневого цвета. Сделаю такую теплую подложку. Сниму мосту. Прежде чем продолжать, мне хочется на мосту оставить полоску блика от неба. Before I will continue to make the darkest dark parts of my painting, I'm gonna keep some bright light here. Here and there. И там, где у меня нет блика, я продолжаю более темным цветом из той же оперы. Чтобы вот это ощущение солнца, садящегося у меня, сохранилось. В той части, которая вот непосредственно соприкасается солнцем. И я продолжаю очень темным цветом. В данном случае это у меня темно-синий. I'm also not gonna smudge anything, but I'm gonna continue my work and to keep these parts very dark. Я не собираюсь использовать никаких растяжек здесь или что-нибудь смазывать. Я просто работаю мелком так, чтобы мост стал самой темной частью этой картинки. При этом меня совершенно не пугают вот эти светленькие точечки, потому что они создают ощущение каменистости. Они передают текстуру моста. Немножечко. Можно снизу чуть-чуть добавить свет. Немножечко. Можно снизу чуть-чуть добавить свет. Как ваши дела? Там вы не заснули? Как ваши дела? Там вы не заснули? Я уже практически закончила, так что скоро буду с вами прощаться. Как ваши дела? Как ваши дела? Если у вас какие-то вопросы, я могу на все это дело ответить. Я добавляю какие-то небольшие детальки на средний план, чтобы создать ощущение, что там что-то есть. Очень хорошо. Очень хорошо. I'm just in some strokes on the middle ground, just to keep feeling that I do have something there, like maybe some buildings, some, I don't know, some separate trees, some windows. Here and there. Я ввожу кобальт, мне очень нравится кобальт в синях. Мне осталось добавить немножко бликов на облака и сделать самую светлую часть моей работы. Немножко отражение моста не хочется сделать здесь. Отражение у меня, в отличие от воды, вертикальное. И дальше оно у меня... У меня нет такого полноценного отражения, оно у меня расходится. Поскольку нету солнца... Поскольку нету солнца... Поскольку нету солнца... Проверяю форму моего архитектурного сооружения, I'm just checking the form that there is no mistakes and everything is straight. Что это часть? Немножко худее у меня чем-то. В следующие 10 минут у вас есть уникальная возможность задать мне любой вопрос. Потому что я заканчиваю. Так. So. I'm just gonna add some brightest lights on the sky. Проверяю форму. Проверяю форму. Все. чтобы мои самые темные части у меня в картине засветились. И прям вот чтобы было хорошо-хорошо видно. Я проверяю, что у меня везде за самыми темными частями свет. Я перехожу к вертикальным штрихам только если у меня какое-то отражение. И, возможно, я хочу немножко где-то здесь. чуть-чуть гладкости добавить и ощущение, что мост уходит в воду. Что вы думаете? Did you like the demo? Did you like this life? Как ваши дела, друзья? Вам понравилась демонстрация? Вам было интересно? Расскажите мне. Есть с вами 5 минуточек поболтать. Может быть, вы хотите еще? Прямо сейчас? Не останавливаться? Кто там рисовал со мной? Как ваши дела? Вы закончили? Делаю немножечко поровнее, где-то слежу. Вот здесь у меня, кстати, была нога, но она у меня здесь уже лишняя будет. Я не буду ее воспроизводить. Добавляю какие-то вертикальные штрихи, которые будут создавать ощущение перспективы. Спасибо. У вас вышло прикольно или у меня? Спасибо за просмотр! я хочу добавить самый светлый вы покажите потом мне можно прислать директ можно выложить в инстаграм у меня есть я собственно хочу взять белый мелок даже на самом деле не совсем белый он такой желтоватый очень-очень-очень светлый вот так чтобы вам видно было сейчас вам покажу вот этот вот этот желтый вот это желтый я использовала для облаков вот здесь сейчас я попробую поднести показать вам поближе вот разницу в тоне вот этот желтый я использовала для облаков вот у меня есть вот такой но немножко сероватый меня не очень нравится и вот это это не белый это все ещё не белый, это теплый белый. И, собственно, вот им я хочу сделать несколько бликов на облаках. И вот по сравнению с этим, видите, насколько он светлее. Его должно быть очень хорошо видно. Попробуем. Буквально достаточно в двух-трех местах. Вот я хочу добавить вот здесь его. Просто капельку, точку здесь. Вот здесь. У меня где-то здесь очень светлая часть. Тут можно. И все. Этого более чем достаточно. Собственно, все. Вот она, Флоренция. Я надеюсь, что вам было интересно, что вам понравилось, что может быть, когда-нибудь что-нибудь знал для себя полезное. I hope that you love this demo and now you know something new about pastel painting, about pastel drawing. This is my final result. I will post it tomorrow in my Instagram and I will mark the hashtag that you can use to show your works, your artworks, if you want to draw with me. Завтра выложу эту картинку в Instagram. Сниму и при хорошем свете. И напишу там еще раз мой хэштег, по которому можно выкладывать ваши работы по моим демо и показывать мне. Я обязательно приду, обязательно посмотрю, обязательно вам напишу, прокомментирую, можно нам какой-нибудь совет, если у вас там что-нибудь можно доделать, доработать. Не забывайте, что мне также можно писать, задавать вопросы. Очень важную вещь забыли сделать, забыли подписать работу. Надо срочно это исправить. Я собираюсь это сделать, наверное, с правой стороны, потому что с левой стороны у меня уже есть вот этот купол, а подпись это всегда часть композиции, и мне очень не хочется перегружать левую часть, тем более она у нас менее информативна, в принципе, для нашего мозга. Поэтому поставлю я вот здесь подпись, наверное, светлым, раз в этом углу то светлым. не забудьте подписать вашу работу. убедитесь в том, что вы меня отметили на вашей фотографии. Я собираю, собственно, последнюю вещь, снять скотч и посмотреть, что же вышло у меня. Я собираю и посмотрю, что я имею в виду, 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 то есть кто-нибудь кому еще интересно порисовать. Я собираюсь сейчас писать третий слой о своей работе маслом. Могу вас подключить, если вам интересно посмотреть, что я буду делать. Я показываю эту работу как-то в сторис. Лиссавонские трамвайчики. У матросов нет вопросов. No questions. Okay, guys, I'm gonna finish in this case. Я в таком случае заканчиваю, раз вопросов у вас нет. Я надеюсь, что вам все было понятно и интересно, что вам понравился референс. Я напоминаю, что если вы хотите порисовать референс, можно еще найти у меня в сторис. Полистайте и увидите. Можете сделать скриншот и порисовать. Эфир будет доступен еще 24 часа. И я постараюсь потом выложить на YouTube это видео. Если вы хотите дробить этот скриншот с вами, этот скриншот санцент, то вы можете найти описание в моих сторисах. Просто check it и вы увидите это. Просто сделайте скриншот и join дроби с вами. Это видео будет доступен в следующем 24 часа. И я надеюсь, что я смогу upload this on my YouTube. И you can find me on YouTube Sasha Rome Arts as well as the same name as here. Можете найти меня на YouTube с тем же ником Sasha Rome Arts. Там же есть несколько уроков и я думаю, что этот прямой эфир я тоже туда загружу. И тоже будет он там доступен. В общем, спасибо всем, кто сегодня ко мне присоединился, порисовал со мной пастелью, всем пока-пока, хорошей пятницы, хорошего вечера. Bye-bye, guys! Peace!